8 сентября в торговом доме Библиоглобус прошло заседание философского клуба, на котором презентовал свою новую книгу «Уроки мировой политики. Порядок или правопорядок» Анатолий Андреевич Громыко. Заседание открыл диспут на тему, нужна ли мировому сообществу Организация Объединенных Наций и есть ли у нее перспектива. Собравшиеся вспомнили историю создания ООН и кратко высказали свое мнение о том, чем сегодня является Организация Объединенных Наций – правом силы или силой права. Сейчас докладчик предыдущий говорил, что ООН было легко создать, ее легко развалить, еще легче создать новую. Нет. Организацию Объединенных Наций можно создать только в тот исторический период, когда она была создана. Несколько слов о глобалистике сказал российский философ, теоретик и организатор науки, специалист в области философии и теории глобалистики, первый вице-президент Российского философского общества, ведущий научный сотрудник Института философии РАН, заслуженный профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Чумаков. В начале нашего века станет понятно, что глобализация, тем более глобальные проблемы как следствие этого, все это является составной частью чего-то еще большего, а именно глобальных процессов. Глобальные процессы это более широкое понятие, чем глобализация, они протекают и в атмосфере, и в биосфере, и в гидросфере, и существует столько, сколько существует глобус. А если идти от этимология слова, а именно оттуда надо идти, тогда глобализация это уже процесс, который протекает в сообществе, в социуме, включенном в качестве составной части в биосферу и в той части геосферы, которая является предметом взаимодействия человека и так далее. Три сферы, я еще такой термин употребляю, триосфера. Затем о своей книге рассказал Анатолий Андреевич Громыко, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, директор Института Африки, АН, СССР и РАН с 1976 по 1992 год. В своем выступлении он подчеркнул, что ООН сегодня это единственная планетарная демократическая организация, а чтобы лучше понимать, как помочь человеку выжить, нужен разумный консерватизм. Мы нуждаемся в консерватизме. Иначе мы не сможем сохранить память предков наших. Почему-то мы считаем, что до нас наши отцы едут, что ничего не соображали, что из того, что они делали в нашей стране. Делалось очень много и хорошего, и плохого. Ну что там говорить. Я не хочу углубляться в эту тему. Вот что сказал Анатолий Громыко в интервью информационному агентству Библиоглобус сразу после презентации. Скажите, глобализация – это угрозы или единственный выход сегодня? Глобализация – это реальность, с которой мы должны считаться и лучше ее понимать, потому что она многогранна. И те, кто ее не замечают, мне кажется, совершают ошибку, потому что поведение человека должно учитывать не только вот его рукотворные всякие организации, а глобализация – это все-таки порождение вот той системы, структуры международных отношений, которую мы, люди, установили за последние, ну, 150-200 лет, наверное. Но она проявилась особенно ощутима в последней четверти 20-го столетия. И второе, конечно, еще что не наталкивает, что надо учитывать природные факторы, потому что часть природы, и люди без осознания того, что загубив природу, мы загубим себя, они вот должны осознавать это лучше, чем просто обыватель. – Как уберечь национальную культуру в условиях глобализации? – Национальную культуру можно уберечь, если прививать школьникам и студенчеству «Любовь к книге», «Любовь к поэзии», «Любовь к классике нашей», «Литературной классике», «Музыкальной классике». Без знания прошлого своего невозможно выжить. История, которую забывают, она жестоко мстит за такое незнание. – Алиска-школа